Мэр Магадана Юрий Гришан наградил студентов единственного колымского вуза за победу в интеллектуально-познавательном брейн-ринге. Учащиеся университетов в честь дня российского предпринимательства поучаствовали в межрегиональной викторине экономической истории от древности до наших дней. Соревнования провели дистанционно. Магаданские студенты Института цифровых технологий СВГУ заняли второе место. Как отмечают специалисты, молодежи важно знать историю предпринимательства. Чтобы правильно относиться на сегодняшний день к предпринимателям и к предпринимателям, к малому и среднему бизнесу, надо понимать, из каких источников это все пошло и к чему приводило. Потому что раньше, ну и сегодня крупные предприниматели, это на самом деле меценаты, и они двигают прогресс. И сегодня малый и средний бизнес, он дает львиную долю налогов, как в бюджет местный бюджет, в областной, региональный бюджет и федеральный бюджет. И за счет предпринимательства экономика двигается вперед. Участвовали в брейн-ринге студенты третьих и четвертых курсов экономического профиля. В команде четыре человека. Ребята не раз выигрывали олимпиады и интеллектуальные конкурсы. В этом состязании студенты не только отвечали на вопросы, но и писали эссе на тему развития золотодобывающей промышленности Колымы. Ребята рассказывают, что они были хорошо подготовлены к игре. Вопросы были абсолютно несложными, все было максимально просто. Ну, понятно, что для кого-то эти вопросы могут показаться сложными, для человека неподготовленного. Но также, опять, как у нас очень хорошая подготовка, вопросы показались легкими. И все решил, конечно же, случай. Потому что очень много моментов там зависело от удачи. Допустим, были простые вопросы, ну, там, точнее, малооплачиваемые вопросы, там, по одному баллу, но они, допустим, оказались с подковыркой. И на них нельзя было ответить. Тогда, как вопросы на 10 баллов, ну, считается, что вопрос должен быть сложным, они были невероятно простыми. Глава муниципалитета поздравил студентов, наградил грамотами и ценными призами. А также пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в этой сфере.